У нас в жизни есть немало договоров, которые определяют тем или иным способом наше будущее. К примеру, вы устраиваетесь на работу, и вы подписываете трудовой договор, и это определяет в какой-то мере вашу жизнь. Если вы взяли ипотеку на 25 лет, то здесь влияние гораздо больше. А уж если вы решились выйти замуж или жениться, то вы фактически связали себя с этим человеком, как, например, Максим и Виктория, на весь остаток вашей жизни. В XVI веке в Астрахани был заключен договор, который повлиял на жизнь многих людей. И дело развивалось следующим образом. В 1552 году Иван Грозный взял Казань. Крым и Турция, опасаясь устремления Москвы, активизировались и объединили свои усилия. Была предпринята попытка создать мощную антимосковскую коалицию. И Астраханский престол занял ставленник, крымский хан Ямгучерий. И в начале 1552 года Ямгучерий попытался убедить московского царя в дружбе, в желании развивать торговые связи. Однако потом он арестовал посла, которого Иван Грозный отправил туда, в Астрахань. Этим вызвал гнев Ивана Грозного. Война с московской дружиной была неизбежна. И вот 27 июня 1554 года московские отряды вторлись туда, в Астраханское царство, разбили передовые отряды. И когда бежал вот этот хан Ямгучерий на турецкую территорию, то московские воеводы посадили на престол своего ставленника. Это был Гервиш Али. Он подписал мировой договор. И по этому договору он фактически был грабительский для Астрахани, но признавалось вот что. Четыре момента. Первое. Астрахань признавала свою вассальную зависимость от Москвы. И теперь в случае смерти вот этого хана вопрос о престоле наследия решал сам Иван Грозный. Во-вторых, Астраханское царство обязалось уплачивать Москве ежегодную дань 1200 рублей серебром плюс 3000 осетров длиной не менее, чем сажень. То есть 2,5 метра. Представляете себе такую рыбу, да? Прекрасно. 3000 таких рыбин за год они должны были отправлять в Москву. Русские получали право вести рыбную ловлю от Казани до Астрахани беспошлиной и безъявленной. То есть когда хотели, тогда и могли это делать. И с 1554 года в Астрахани размещался расширенный контингент русских войск. Ну вот как сейчас, куда-то наши отправляют свои войска. Эти условия были действительно кабальными, но договор был подписан. И его нарушение, оно грозило серьезными трудностями или проблемами. К сожалению, на веселение саботировал сбор Дании. Дервиш Алид тайно перешел на сторону крымских татар, которые прислали ему для помощи тысячи человек. И таким образом фактически создались все предпосылки для того, чтобы Иван Грозный отправил вторую армию, второй поход на Астрахань. И в конце концов 9 июня был подписан уже, вернее, Астраханское ханство, оно было разгромлено. Когда мы читаем эту историю, мы понимаем, действительно, вот договор, который повлиял огромным образом на жизнь людей, на их политическое будущее, и в конце концов даже на существование такого Астраханского ханства. Когда мы размышляем о самих себе, мы понимаем, что у нас есть разные договора, у нас есть разные обязательства перед разными людьми. Но гораздо большее, с чем мы сталкиваемся, это договор, который имеется у человека и Бога. Именно об этом здесь и говорит Моисей в книге Второзакония. На самом деле, когда мы читаем эту книгу, начиная с пятой главы и дальше, Моисей показывает эту большую картину. То есть он показывает, говорит, смотрите, Бог вас вывел, Он является вашим хозяином. Он выкупил вас из Египта. Вы должны исполнять определенные требования. Бог заключил с вами этот договор на горе Синай, поэтому вы не можете просто так отмахнуться от него. Другими словами, Божий народ должен хранить верность завету с Яхвой. Вопрос, который возникает или должен был бы возникнуть у любого человека, который читал эту книгу в Второзаконе, что же поможет мне хранить этот завет. Завет с Яхвой. И три руководящих принципа, которые мне хотелось бы, чтобы мы увидели его. Посвящение, понимание и повторение. Три принципа. Посвящение, понимание и повторение. Но перед этим, перед тем, как мы начнем дальше двигаться и рассматривать этот текст, пожалуйста, думайте через призму сейчас народа израильского, который читал этот закон. Нам нужно попытаться увидеть вечные принципы, которые проходят через Священное Писание. И во-вторых, пожалуйста, подумайте, каким образом эти принципы, они теперь могли бы быть применимы в вашей жизни. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что прежде всего это обращение Яхва к народу израильскому. Но это не конец. Божье Слово точно так же живо и действовало, оно обращается к нам. И нам нужно понять, как эти три руководящих принципа будут серьезными, актуальными лично для нас. Итак, первый руководящий принцип – посвящение. Посмотрите, пожалуйста, с 12 по 13 стихи. Фактически, Моисей перечисляет вот эти вот элементы завета, которые есть в жизни народа израильского. Каким образом должно строиться взаимоотношение между Яхва и народом? Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Вопрос, который должен был задать себе каждый еврей. В чем же, собственно говоря, заключается этот завет между Яхвы и Божьим народом? И дальше Моисей говорит. «Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил, любил, соблюдал, служил». То есть это все, что должно было бы направить. Когда я думаю вот о завете, то чаще всего мы воспринимаем вообще отношения между Богом и людьми в парадигме «делай и не делай». И кажется, как будто бы именно это здесь и говорит Моисей. «Соблюдай», «исполняй», «люби», но «люби» – это не только «исполняй». Для того, чтобы нам посмотреть на более широкую картину, мы должны понять, что Бог заключал в разные периоды различные заветы или договора с людьми. Это завет Авраама, завет Ноя, завет Носиная, завет Давида и новый завет. Завет буквально – это торжественное, связывающее обязательством соглашение, обещающее жизнь в случае послушания или благословения и в случае неповиновения проклятия. Завет – это не просто контракт, такой трудовой договор, который человеку можно, если он захотел, то разорвал его. Нет, завет – это посвящение своей жизни другой стране. Фактически это пакт о жизни и смерти, это священное соглашение, в котором человек отдает свою жизнь другой стране, соглашаясь с божественными санкциями, благословения или проклятия. То есть ты просто не можешь взять и сказать «мне этот завет не нравится». Это завет, который связан с твоей жизнью. Вот эта картина была очень знакома жителям Ближнего Востока. Во втором тысячелетии до Рождества Христова. Почему? Потому что если царь завоевывал какую-то территорию, то суверен, он обязывал вассала подписать договор. И договора принимали вот эту форму завета. Вассал обязался слушаться своего суверена. Он должен был верность испытывать по отношению ко всем приказам своего суверена. И в ответ на это были благословения. Если человек только нарушал этот договор, то на него быстро обрушился суд. Когда мы размышляем о договоре между Богом и человеком, то мы понимаем, что этот договор требует гораздо большего, чем просто согласия, чем такого механического подтверждения. Вот поэтому, мне кажется, полуправдивыми призывами к неверующим людям. Приди ко Христу таким, каким ты есть. Да, действительно, Христос тебя принимает таким, каким ты есть. Но это далеко не все. Почему? Потому что Бог, Он желает, требует от тебя безраздельной посвященности. Это все, что должно изменить твою жизнь. В противном случае ты просто не готов принимать этот завет. Когда заключался завет в Верхнем Завете, всегда разрубали животное и клали его. И обе стороны завета должны были пройти между этими животными. Фактически они говорили, со мной должно произойти то же самое, что произошло с этими животными, если я вдруг нарушу этот завет. Фактически моя жизнь должна закончиться. И вот теперь, когда у нас есть некоторое понимание о том, что такое завет, давайте посмотрим на тот завет, который Бог заключил с Израилем. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь? Во-первых, бойся Господа, страх. Еврейский глагол, который здесь обозначает ужас, но это не просто, знаете, такой раболетный страх. Это величайшее почтение перед царем царей, перед Яхве. Во-вторых, это хождение, ходи путем Яхва. Здесь Моисей говорит того, чтобы ты ходил всеми путями его. То есть буквально приверженность принципам, которые Яхва провозглашает, это послушание всем его законам. В-третьих, любовь. То есть вот этот третий элемент, люби Яхве. Посмотрите, это слово, оно фактически является синонимом другого слова, выбор. То есть я выбираю любить, я хочу, я посвящаю себя. И это то, что сделал Бог. Мы чуть-чуть дальше там будем говорить. Бог говорит, я выбрал тебя. И поэтому в ответ на его любовь то же самое, я выбираю любить Яхва. Смотрите, это отличается от просто трудового договора, где я выполняю свои ответственности. Всегда отношения с Богом, они вовлекают всего себя, всего человека. То, чего он боится, то, как он ходит, то, к чему он стремится, его любовь. Посмотрите дальше, это служение, служи Яхва. Посмотрите, 13 стих, конец 12 стиха. И служил Господу Богу твоему. То есть буквально народ должен посвятить себя с любовью, служить своему Богу с полным посвящением. В-пятых, соблюдай заповеди его. Бог требует соответствовать всем его ожиданиям. Нам не нравится это слово, мы его хотели бы куда-то убрать. У нас же это такая демократия, плюрализм, тут требует. Но Бог требует. По крайней мере, мы видим это в книге Моисея написано. Чтобы соблюдал заповеди его. Человек, который просто не готов подчиняться требованиям Яхва, он не может быть в завете, в договоре с Яхвой. Еще хотелось бы мне переместить вас на 20 стих, потому что в 20 стихе Моисей фактически повторяет вот эти первые два стиха и добавляет к ним еще два важных требования. Требования завета. Посмотрите еще раз 20 стих. «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, к нему прилепись и его именем клянись». То есть фактически здесь еще одно требование. «Прилепись к Яхве». То есть страстно держись за него, выражая таким образом приверженность всех твоих чувств и верность ему. И последнее «клянись именем Яхва». Клятва для многих людей, это вот в современном мире ничего не значит. Для человеков во II веке до Рождества Христова фактически клятва означало «я обращаюсь к свидетелю, который гораздо выше, чем я, гаранту, высшему авторитету, что я могу выполнить свое обещание». Итак, когда мы смотрим вот на эти семь принципов завета, мы понимаем, это не просто формальное соблюдение, это не просто «делай, не делай», это вовлечение всего человека, это договор жизни или смерти, это фактически посвящение самого себя в эти отношения с Яхвой. Именно об этом и говорит Моисей. Посмотрите, пожалуйста, конец 12 стиха. Здесь «И служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей». Бога не удовлетворит, если мы только половиночку своей жизни или даже две трети своей жизни. Нет, нет, нет. Бог – это Бог-ревнитель, который не потерпит конкуренции или соперничества с чем-либо другим. Только все сердце и вся жизнь, и никак иначе. Когда вся жизнь, она подчинена этому завету, тогда посмотрите, 13 стих. «Дабы тебе было хорошо». И это цель. То есть, если только человек соблюдает этот договор, этот завет, у него будет благословение, благо ему будет. Опять, вот эту идею суверена и вассала. Вассал соблюдает договоренности, и это действительно приносит ему благо определенное. Это не значит, что царь тут же раскошеливается и отправляет ему все золото, и говорит, «О, да-да, у меня же тут лишнее, пожалуйста, возьми». Нет, такого не происходит. Но это означает, что в жизни он будет защищать этого вассала, он будет помогать ему, поддерживать. Но если происходит обратное, то обрушивается наказание. Именно это должны были евреи сделать, когда они перейдут землю обетованную через реку Иордан. Они должны были выстроиться на двух горах, и одна половина народа должна была провозглашать проклятие, а другая благословение. То есть фактически они должны были сказать, «Божий народ, если только ты будешь соблюдать этот завет, будет благо тебе. Если ты будешь его нарушать, на тебя придет проклятие». Таким образом люди должны были прочувствовать всю серьезность завета, в котором они находятся. Они просто не могли взять и начать поклоняться чужим богам. Почему? Потому что тогда они нарушали этот священный завет. Когда вы читаете книгу «Второзаконие» или сейчас слушаете эту проповедь, вы скажете, «Ну ладно, про евреев понятно. Каким образом это к нам относится? Слушай, с каким заветом, в конце концов, я связан?» Но на самом деле я хотел бы сказать, что каждый из нас посвящен какому-то завету. Люди в глобальном смысле находятся либо в завете с Творцом неба и земли, либо они в завете, в договоре с чем-то или с кем-то другим, с какими-то своими идолами, от которых они получают славу, удовольствие, комфорт, власть, покой, принятие, что угодно. Человек может утверждать, что он абсолютно независим ни от кого, что он не верит ни в Бога, ни в беса и может жить так, как он хочет, но у него есть ожидание благословения от чего-то. Что-то он очень сильно боится потерять. Благословение или проклятие? Потому что у него есть завет с кем-то или с чем-то. Например, кто-то будет заниматься наукой, ожидая успехов от своих исследований. Почему? Потому что они принесут ему некий определенный статус, победу над конкурентами или даже поднимут чувство собственного достоинства. Он будет понимать, что он занимается важным делом, не просто так топчет эту землю. Благословение или проклятие, да? Видите? А теперь пьяный, валяется под забором. У него есть благословение или проклятие? Очевидно, очевидно. Ведь вот это безразличие к окружающему миру и его проблемам, это дает ему мнимый покой. Это то, что он хочет получить. И он боится лишиться его и получить какие-то трудности, которые ему надо решать. Оба вот этих человека, они ожидают благословения от своего завета, и в то же самое время они связаны с этим объектом поклонения. Естественный вопрос. А мы с вами, верующие, которые живут в 21 веке, в каком завете находимся? И я бы хотел сказать вот что. Господь решил заменить однажды завет Моисея, который был установлен на Синае, на Новый Завет. Согласно Новому Завету, о котором мы с вами читаем в Писании, Бог должен был возвратить евреев в Палестину, обновить землю, простить грехи, преобразовать сердце, вложить закон внутрь сердца и восстановить отношения с Яхвой. Другими словами, Новый Завет, он был направлен на евреев. Евреи должны были испытать весь этот Новый Завет во всей полноте. А мы с вами, язычники, мы всего лишь привиты к этому стволу природные маслины, к этому корню Божьих благословений, к этим привилегиям Нового Завета. И поскольку Новый Завет был заключен через Иисуса Христа, то теперь мы с вами, будучи привиты к этому корню, мы можем стать частью этого Нового Завета. Благодаря послушанию Христа, Бог смотрит на нас теперь, как на непорочных, безгрешных. Более того, благодаря праведности Христа нам вменена святая жизнь Иисуса. Новый Завет, он применен к нам. Отношения с Яхвой восстановлены. Бог простил наши грехи, Он преобразовал наше сердце, Он вложил внутрь свой закон. Дух Святой теперь живет в нас самих. И у нас есть эта природа, чтобы поступать по-новому. Итак, мы с вами находимся в этом Новом Завете, в Завете со Христом. И теперь самый важный вопрос, который вам нужно задать самим себе. Мы можем проразглашать, я нахожусь в Новом Завете со Иисусом, и это классно. Но на самом деле, чего ты боишься? Перед кем ты ходишь? Что ты любишь? Кому ты служишь? Что ты соблюдаешь? К чему прилипляешься? И чьим именем ты клянешься? Это вопросы, они не абстрактные. Они те, которые касаются твоей жизни. Ведь любой грех, абсолютно любой, это попытка начать служить чему-то, кроме Христа. Поэтому глупо сказать, слушайте, ну давайте изменим обстоятельства, давайте изменим условия, чтобы я не злился, чтобы я не третил время попусту, чтобы я не прелюбодействовал, чтобы я не погружался в тоску, это бесполезно. Вопрос, который ты сегодня должен задать, являешься ли ты верным завету с Богом, с Яхвы? И порой мы говорим, да, я верен, я верен завету, но давайте зададим самим себе вот эти честные вопросы. Откуда я их беру? Я их беру вот из того завета, который Бог установил между собой и народом израильским. Итак, кого ты боишься огорчить? Бог сказал, бойся. Кого ты боишься огорчить? Больше всего на свете. Чьими отношениями ты дорожишь больше всего на свете? Чьего мнения ты боишься потерять? Во-вторых, чьими путями ты ходишь? Ведь мы можем, так знаете, размывать вот эту границу между верующими и неверующими. Нам хочется усидеть на двух стульях. Кого ты любишь изо всех сил? В чем твоя любовь проявляется? А чему ты служишь больше всего на свете? На самом деле, вы это можете проверить. На то, на что вы тратите время, здоровье, деньги, силы. Этому мы служим в реальности. Чьи правила ты соблюдаешь? Ты можешь сокрушаться, что кто-то не соблюдает твои установления. Тебя это сильно раздражает. Ты готов этого человека порвать на куски. Ну, когда я тебя спрашиваю, хорошо, это чьи правила? Ты должен честно сказать, это мои правила, я их установил. К чему прилеплена твоя душа? Кому ты по-настоящему посвящен? И кто для тебя самый высший авторитет? Итак, первый руководящий принцип это посвящение. Посвящай свою жизнь завету с Яхвы. Второй руководящий принцип понимание. Моисей очень интересно построил вот этот фрагмент. Фактически, начало и завершение этого отрывка это как конверт. Повторение одной и той же мысли. А в середине развитие. И Моисей говорит, для того, чтобы тебе быть верным Яхвы, завету с ним, тебе нужно его понимать. Понимай, Яхва. Во-первых, тебе нужно понимать его любящее избрание. Посмотрите, пожалуйста, 14 стих. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. То есть, Моисей устанавливает эту очень важную, такую важную, жирную точку. Он привлекает внимание своих читателей. Он говорит, вот, смотри, вот сюда. Бог, у которого небеса небес и земля, и все, что на ней. То есть, фактически, Богу принадлежит все, что только ты можешь увидеть в этом мире. Бог превыше всей вселенной. Он обладает всем космосом и самой мельчайшей пылинкой на этой земле. Удивительное величие Яхва. И вот этот великий Яхва. Смотрите, что он делает. 15 стих. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семи их после них, из всех народов, как ныне видишь. Вот этот великий Яхва проявляет любовь в избрании. Кто-то может подумать, ну, обычно у великих, у них нету дела до нас простых. Ну, попробуйте сейчас, запишитесь на прием, например, к мэру Собянину. Я думаю, что вы будете ждать очень долго. Но совершенно не так происходит у Бога. Смотрите, только отцов твоих принял и возлюбил. Он первым принял решение посвятить себя отношениям. Он выбрал этих людей и Он любит их. Почему Он это сделал? Потому что евреи были лучше всех остальных народов? Ничего подобного. Второзаконие 9 глава, 5 стих. Не за праведность твою, не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иаку. С точки зрения Бога, любить это значит выбирать, а выбирать это значит любить. Если бы я был Богом, вряд ли бы я выбрал этих людей. Я бы выбрал бы, наверное, самых достойных. Ну подумайте. Вот эти люди выходят из Египта, только они вышли из Египта, они начинают роптать. Зачем ты нас вывел? А где у нас здесь огурцы, чеснок, лук? Не, не хотим Моисей с тобой идти. Не хотим такого Бога. Давайте вернемся обратно в Египет. Если бы я был Богом, я бы сказал, не, 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 вот таких упрямых, пожалуйста, мне не надо. Мне нужно, которые готовы быть в команды, такой дух у них, они должны быть креативны, они должны понимать, по крайней мере, они должны быть моральными. А эти кто такие? Только Моисей ушел, 40 дней его нету, они тут развратились, стали есть, пить, играть, и вот это слово играть, фактически это такие сексуальные оргии. Но на самом деле, когда мы думаем о Божьей любви и Божьем избрании, мы понимаем, никто из нас, послушайте, пожалуйста, никто из нас не может угодить Божьим стандартам. Ни вы, ни я. Мы постоянно, как евреи, хотим отвратить куда-то в сторону от Бога. Мы хотим жить лишь своими желаниями. И Божья любовь была к нам доказана чем? Тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще праведниками, святыми, непорочными. Правильно? Когда мы были еще грешниками. Вот что сделал Господь. Итак, когда мы размышляем о Яхве, о Яхве, который обладает всем, и он по своей любви решил проявить к вам милость, должно ли это какую-то ответную реакцию вызвать в ваших сердцах? Безусловно. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Моисей призывает своих слушателей, чтобы они обрезали крайнюю плоть сердца. Для нас эта фраза, она может звучать несколько странной, но для еврея 2000 лет назад она была очень понятной. Почему? Потому что каждый мужчина носил знак завета на своей плоти со времен Авраама, буквально. Но теперь Яхве говорит, вот этого внешнего завета или знака его вовсе недостаточно. Важно, чтобы ты имел этот знак завета на своем сердце. Нужно, чтобы было духовное обрезание или фактически твое сердечное послушание завету. Внутреннее решение повиноваться воле Бога. В книге Иеремии 4 главе есть похожая идея. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспалал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Почему? Потому что евреи были жестоковынами или упругая шея. Они не хотели склониться перед волей Бога. Они не хотели подчиняться воле Божьей. Друзья мои, когда мы размышляем с вами о отношениях с Яхва, то это не попытка принуждения. Яхва не желает загнать нас в такую, знаете, рабскую парадигму или парадигму какого-то робота. Нет. Это отношения, основанные на любви, на избрании в любви. И если ты это понимаешь, если ты это знаешь, неужели ты будешь дальше продолжать гнуть свою линию? Вот это жестоковый иный человек. К сожалению, у нас есть эта склонность к бунту. Мы не желаем смиряться перед Яхвой. Да, это так. Но в ответ на это мне должна родиться молитва. Господи, помоги мне, дай мне это внутреннее желание подчиняться тебе, поступать так, как ты хочешь. Друзья мои, я подозреваю, что кто-то здесь, он еще не находится в этом завете с Яхвой. Ты все еще бунтуешь против него. Знаешь, Господь доказал свою любовь к тебе. Сегодня мы будем вспоминать страдания Христа. Эти видимые символы, хлеб и вино, они фактически показывают тебе, Бог возлюбил тебя. Бог отдал самое дорогое, что было у Него, ради тебя. меня. Поэтому твой ответ на эту любовь не может быть другим, кроме как молитвы. Господи, прости меня, бутылщика, нарушителя завета, дай мне сердце мягкое, способное подчиняться тебе. Может быть, ты тот человек, в жизни которого грех постоянно отравляет твою жизнь. Кто-то находится в грехе непрощения, кто-то в грехе порнографии, кто-то в грехе самомнения или превозношения. Мы можем перечитать грехи дальше. На самом деле ты можешь побороть их только тогда, когда будешь ценить Христа и Его жертву за тебя. Ты не сможешь отвечать правильно на раздражение, которое со стороны другого человека, если ты не любишь Христа больше всего на свете. Молись Богу и проси, чтобы для тебя по-особенному засияло истинно о том, что Бог благодаря своей любви отдал своего Сына за тебя. Проси Бога понять величину любви к тебе, грешнику, которая привела Христа на Голгофу, где Бог Отец обрушил справедливый гнев на нашего Спасителя за твои грехи. Проси Бога об этом прямо сейчас. Проси Бога, чтобы Он помог помнить себе об этом на предстоящей неделе. Итак, что помогает мне быть верным завету с Яхвой, когда я понимаю Его любящие избрания и во-вторых, когда я понимаю Его любящую заботу. Посмотрите, пожалуйста, с 17 стиха Моисей говорит следующее, «Ибо Господь, Бог ваш есть Бог Богов и Владыка Владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». То есть, автор специально усиливает вот это напряжение, он говорит, Бог Богов, Владыка Владык, то есть, никто из людей не может сравниться с Ним, ничто вообще не может сравниться с Ним. Когда мы смотрим на людей в этом мире, мы понимаем, они окружены властью, величием, власть, охраной, но Яхве, который вот такой великий, насколько больше мы должны трепетать перед Ним? Посмотрите, Моисей пишет, он говорит, «Бог великий, сильный и страшный». Все эти три эпитета, они фактически подчеркивают одну грань, это всемогущество Яхве. В книге Второзакония чуть-чуть раньше, в 3 главе 24 стихе Моисей пишет, «Владыка Господь, ты начал показывать рабу твоему величия твою и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на земле, на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои и с могуществом таким, как твоё. Нет никого, кто бы мог противостоять Яхве». Друзья мои, именно с таким Богом мы соприкасаемся здесь, на служении. Именно с таким Богом мы хотим иметь дело на неделю. Этот Яхве не смотрит на лица, не берёт взяток, у него нет лицеприятия, но он тот, кто заботится. Посмотрите, пожалуйста, на 18 стих, который даёт суд сироте и вдове и любит пришельца и даёт ему хлеб и одежду. Другими словами, Яхва отстаивает права беззащитных. Яхва знает, что эти люди, они самые уязвимые. В Псалме в 145-м автор обращает внимание на такую заботу Бога. Он говорит, «Господь хранит пришельцев и поддерживает сироту и вдову». На самом деле, если бы мы перенеслись с вами в 2000-й год до Рождества Христова, мы бы увидели, тогда не существовало социальной службы, не было каких-то институтов, которые бы могли поддержать сироту или женщину, которая потеряла своего мужа. Они были самыми беззащитными и бесправными. Любой человек, который такой достаточно при деньгах или при власти, он мог бы выставить сироту из дома и сказать, «Все, пошел вон». Он мог бы забрать у вдовы последнее. И Христос, кстати, обличал фарисеев именно за то, что они так поступали с вдовами и с сиротами. Но Бог говорит, «Я буду сам вот этим отцом сирот и судьей вдов. Я сам помогу». И если мы видим такого нашего Бога, Бога, который в любви проявляет свою заботу, как должно наше сердце отреагировать? Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Моисей, хотя здесь говорит только о пришельцах, но я думаю, что здесь объединяются все вот эти три категории. Пришельцы, сирота и вдова. То есть все эти люди это то, кому нужно проявить любовь. Я думаю, что в Израиле работал тот же самый принцип, который работает в Москве, что каждый коренной москвич просто забыл, откуда он приехал, каждый коренной еврей просто забыл, что он пришел из Египта. Вот, наверное, так. Ведь помните, в течение 40 лет они путешествовали по Палестине, до этого они жили 400 лет в Египте. они пришли в землю, которая была для них совершенно чужая. И вот теперь, когда они понимают характер Яхве, они не могут просто отреагировать по-другому, как сказать, я хочу проявлять эту любовь к людям, которые здесь рядом. Друзья мои, когда вы понимаете характер Яхве, с которым вы находитесь в Завете, это побуждает вас к активным действиям. Например, в послании Иоанна в 3 главе апостол Иоанн пишет следующее. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Христос пострадал за нас. И это понятно. Я думаю, что здесь, наверное, никто спорить не станет. Следующее. И мы должны полагать душу свою за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Любовь ко Христу, она проявляется в очень понятных и конкретных действиях. В том, что я начинаю служить тем, кто рядом со мной. И помните, Христос говорит, если вы сделали одному из братьев этих, кому вы это сделали? Кому вы это сделали? Мне. Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. То есть, не может быть любви к Богу без того, что ты не видишь, что рядом с тобой есть люди, которые нуждаются в твоей заботе. Причем, это не, знаете, не такие виртуальные там дети-сироты. И вы съездили раз в месяц и думаете, что вы сотворили великий подвиг, помогли этим сиротам. Готовы себе дырочку где-нибудь на ласканье и прицепить сюда орден. Нет, нет, нет. Это те люди, с которыми вы вместе в церкви, в малой группе. На самом деле, именно любовь к ближнему, это показывает то, как вы любите Бога. Подумайте вот о чем. В жизни кого из людей в вашей малой группе вы поучаствовали на прошлой неделе? Ведь это же наша любовь к ближнему. Если этих людей нету, значит, вы можете очень красиво и хорошо говорить «Я люблю Бога». Но подожди, а каким образом эта любовь проявляется? В чьих нуждах ты участвуешь? О ком из людей в церкви ты молишься? Подумайте о тех людях, которые рядом с вами. Ваши мужья, жены, ваши дети или родители. Ведь они же такие же братья и сестры во Христе. И это те, кому требуется от вас любовь. Знаете, есть здесь одна опасность, я хочу ее здесь как-то это обозначить. Кто-то начинает делать вот из этого Божьего повеления «Проявляйте любовь». Нужду. Я хочу, чтобы меня любили. Обо мне заботились. Не-не-не. Вот здесь такого не написано, что поскольку ты знаешь характер Яхва, то пускай все тебя любят. Такого нет. Наоборот, я сам должен проявлять эту любовь. Вместо того, чтобы критиковать церковь и говорить «Ой, я здесь не чувствую любви». Ты ее не чувствуешь, потому что ты сам не проявляешь эту любовь. Проявляй ее. И мы с вами говорим всегда «Мы грешники». Мы нуждаемся в том, чтобы Бог прикоснулся к нашему сердцу, чтобы Он изменил его, чтобы Он сделал его чутким к нужным и болям других людей. Поэтому сегодня начни молиться и скажи «Господь, я хочу, чтобы Твоя благодать преобразила мое сердце. Я хочу быть верным этому завету. Я хочу, чтобы в ответ на Твой характер, на то, кто Ты есть, эта любовь, она стала проявляться в моей жизни». Итак, когда мы размышляем о верности завету с Яхвы, у нас есть три руководящих принципа. Во-первых, это посвящение, во-вторых, понимание, и в-третьих, это повторение, напоминая себе о завете с Яхвы. 20 и 22 стихи, они показывают, фактически, это повторение того, что было раньше в 12-13 стихах. Но посмотрите, сейчас чуть-чуть с другой стороны покажу эти стихи. «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, к Нему прилепись и Его именем клянись». То есть, в принципе, мы поговорили об этих стихах, но давайте зададим себе такой вопрос, а почему Моисей снова повторяет то, о чем он уже говорил раньше? Зачем? Это просто такой риторический прием? На самом деле, смысл заключается в отчем. Мы часто склонны забывать принципиальные вещи. Мы забываем о них, к сожалению. Именно поэтому апостол Петр пишет во втором послании, в первой главе, «Для этого я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминаниями». Дальше 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Мы склонны забывать о том, что Яхва это единственный объект нашей любви. Фактически, ему должна быть посвящена наша жизнь. И это будет проявляться в том, к чему мы стремимся, ради кого мы живём, что мы делаем. Посвящение Яхве, оно затронет все наши сферы жизни. Ведь это будет влиять на вашу семейную жизнь, на ваше хобби, на вашу работу, на ваш отдых, на то, как вы расходуете деньги, на то, куда вы инвестируете их, на то, как даже вы едите или как спите, или сколько спите. Ваш завет, союз Яхва, он будет влиять на всё. И вы будете понимать, что через этот союз вы можете получать благословение или в случае его нарушения проклятия. Иногда, когда мы думаем о проклятии, если мы нарушим этот союз, завет с Яхва, нам сразу уже приходят на ум наказания, какие-то болезни. Действительно, это правильно. Почему, например, в первом послании Коринфянам апостол Павел пишет, «Ибо кто, если пьёт недостойно, тот если пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы с миром». Смотрите, Павел говорит, когда ты не размышляешь о своём союзе с Яхвой, когда ты делаешь это просто механически, Бог будет тебя вразумлять. Бог будет спускать до тебя даже болезни и смерть. Но на самом деле я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть по-другому думали о благословениях. Ведь благословение союза с Яхвой это есть близкое общение с Ним. Это возможность познавать Бога, строить с Ним вот эти глубинные отношения. И для человека, который любит и ценит эти отношения, самым ужасным будет что? Он не будет чувствовать Яхва. Он не будет этого видеть в своей жизни. Именно поэтому Моисей напоминает себе о верности Яхва своему завету. Посмотрите, пожалуйста, 21-22 стих. «Он хвала Твоя, и Он Бог Твой, Который садил с Тобой те великие и страшные дела, какие видите, видели глаза Твои. В 70 душах пришли отцы Твои в Египет, а ныне Господь Бог Твой садил тебя многочисленным, как звезды небесные». Бог говорит, ты будешь Его народом. Он Бог Твой. У тебя будут особенные отношения с Создателем Вселенной. Почему? Потому что Бог Сам верен своему завету. Он садил тебя многочисленным. То есть, когда мы смотрим на весь этот демографический взрыв, который произошел в Египте, когда народ там с 70 человек вдруг вырос до нескольких миллионов, мы понимаем, за всем этим это Бог. Когда казни обрушились на Египет, мы понимаем, это не просто природные катаклизмы, за всем этим Бог. Когда народ израильский прошел прям по суху, по дну Красного моря, мы понимаем, за всем этим Бог. Когда народ израильский получал каждый день манну, мы понимаем, это не просто, знаете, иллюзия какая-то. За всем этим Бог. Он был верен своему завету. Он оставался верным завету с народом, несмотря на то, что люди были неверны. В втором послании к Тимофею апостол Павел пишет эту же идею Тимофею, к своему соратнику и другу, если мы неверны, он пребывает верен. Он пребывает верен, ибо от себя отречься не может. К сожалению, мы с вами отворачиваемся туда-сюда, увлекаясь за безделушками этого мира, но Бог остается верным, несмотря на все твои ошибки, твои грехи и даже сознательное противление. Он будет продолжать работать с твоей душой. И поэтому, когда твоя душа будет говорить тебе, Господь меня забыл, Он меня оставил, Он меня не помнит. Напомни себе это слово, Бог верен своему завету. Он, начише доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Напоминай себе все дела, которые Бог сотворяет в твоей жизни. Посмотри на перемены, которые Он уже сделал. Это должно побудить тебя еще крепче держаться за отношения с Яхвой, еще дальше двигаться в этом уподоблении Христу Иисусу. И когда грех только начинает подкрадываться к тебе, возвращай себя к тому, чтобы говорить себе, напоминать себе посвящение, говорить, мое сердце, оно посвящено одному, это моему Христу. Я не хочу разменять любовь с моим Христом на что-то другое. Друзья мои, и последнее слово. Я думаю, что, наверное, в нашем есть те люди, которые уверены в том, что они находятся в завете с Яхву, но их жизнь сопровождают разные грехи, которые являются не просто периодическими, но они являются их существом. Это могут быть, знаете, такие очень незаметные или, может быть, даже социально принимаемые грехи. Например, ссоры, зависть, разногласия, вражда, гнев, гнилые слова или другие вот такие обычные грехи. Друзья мои, я не знаю вашего сердца. Бог знает ваше сердце, и вы сами знаете свое сердце. Но я должен вас предупредить, чтобы вы не пребывали в этой излишней самоуверенности. Почему? Возрожденный человек, у которого есть этот завет с Яхва, он никогда не останется равнодушным с тем, что у него вот это происходит. Он никогда не будет искать виноватых и говорить, это со мной происходит, потому что меня недолюбили в детстве, это со мной происходит, потому что у меня жена такая или муж такой, потому что у меня начальник такой, потому что я сегодня не выспался. Нет, он будет молиться, поститься, просить Бога, чтобы он освободил его от этих грехов. Если у вас в жизни нет этого сильного стремления, задайте себе вопрос. У меня действительно есть этот завет с Яхва, действительно, того, кого я люблю больше всего на свете. Моисей оставил вот этот фрагмент в Священном Писании, для того, чтобы мы с вами понимали, Божий народ должен хранить свою верность завету. Каким образом вы и я можем сохранять верность завету с Богом небес? Три таких принципа. Мы говорим с вами посвящение, понимание и повторение. это то, что поможет нам на неделе снова и снова говорить, я не буду опускаться в грех, потому что Яхва это тот, кого я люблю, отношение с кем я дорожу. Сейчас мы будем с вами молиться и потом мы будем переходить с вами к причастию. Причастие на самом деле это напоминание. один из элементов вот этих заветов, что поможет нам держаться за этот завет. Ведь каждый месяц мы с вами как церковь Божия мы соединяемся вместе для того, чтобы самим себе сказать мы любим Бога и мы любим друг друга как церковь. Мы хотим, чтобы вот это единство, эта любовь, эта радость она сопровождала о нас. Мы хотим любить Яхва больше всего на свете. Мы хотим снова каяться перед Ним в своих грехах. Мы хотим снова посвящать Ему свою жизнь. Я бы хотел попросить, чтобы сейчас мы с вами помолились. И потом дальше мы будем переходить к преломлению. Давайте помолимся, встанем. Наш Господь и наш Бог перед Тобой мы преклоняемся. Во-первых, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам этот удивительный завет, завет в Твоей любви. Ты выбрал нас тех людей, которые Тебя не искали. Ты поставил нас, чтобы мы были Твоими детьми. Ты даровал нам Духа Святого в сердце для того, чтобы мы с каждым днем могли все больше и больше походить на Тебя, Господь Христос. Ты вложил внутрь этот закон, который помогает нам угождать Тебя. Господи, и вместе с тем мы осознаем, насколько мы еще слабы и грешны. И вот эта старая греховная природа, она еще живет в нас. И мы по этой старой привычке, вместо того, чтобы любить Тебя, поклоняться Тебе, восхищаться Тобоем, увлекаемся всеми этими, казалось бы, внешне привлекательными вещами этого мира. Господь просит Тебя прости нас. Господи, помоги нам видеть, что только Ты и отношения с Тобой являются самыми важными. Господь, молюсь Тебя, даруй на этой неделе мне самому и моим братьям и сестрам ценить то, что Ты нам дал. Ценить этот завет, дорожить им изо всех сил, любить Тебя, поклоняться Тебе, служить Тебе, восхищаться Тобою, клясться Твоим именем, потому что Ты это достоин, наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Сын Духа. Духа. Во-нас Продолжение следует...